Нашу техническую земинку, на самом деле, всегда все было хорошо, но как у нас проходит всеукраинский вебинар, то может что-то случится. Я очень рада наблюдать такое большое количество человек. Хочу для начала представиться. Меня зовут Мария Басан, я менеджер по продажам восточного региона. Я занимаюсь сопровождением и развитием лидеров, работающих онлайн. Еще раз рада всех приветствовать, слава богу, что мы все подключились, это было достаточно волнительно. Если вы здесь, значит вам интересна работа в онлайн-пространстве. И это очень хорошо, потому что это значит, что вы хотите роста, вы хотите развиваться, вы хотите узнавать что-то новое. Интернет – это прекрасная возможность для развития вашего бизнеса, и сегодня мы поговорим об этом более подробно. Сейчас мы загрузим презентацию. Возможно, сегодня у нас будет достаточно большое количество людей. Возможно, кто-то из вас уже пробовал работать в онлайн, кто-то, возможно, даже не зарегистрирован в сетях. Но я постараюсь сегодня рассказать разные аспекты работы и заинтересовать вас работой онлайн, и дать информацию и как для новичков, и помочь структурировать информацию людям, которые уже работают в онлайн-пространстве. Начнем мы с рекрутирования. Рекрутирование в социальных сетях. На данный момент в мире существует более 80 социальных сетей. На данный момент в мире существует более 80 социальных сетей. На пространстве ФНГ наиболее популярны три. Это ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. Сегодня мы будем рассматривать работу в этих соцсетях и особенности их. Также на ФНГ-шном пространстве используются широко Инстаграм и Твиттер, но это более нишевые такие вещи. Вот про Инстаграм мы сегодня еще поговорим. Интересный инструмент как для развития. Что дают нам соцсети? Соцсети нам дают неограниченное количество людей, которые еще не строят с нами бизнес. Сейчас мы поговорим о том, где их можно найти. От количества людей зависит наш бизнес. Поэтому и, соответственно, наши продажи. Нужно использовать все возможности для общения, для привлечения внимания. И мы видим, что все начинается с создания потока кандидатов. Мы рассмотрим верхнюю часть. Это соцсети, это Skype и это объявления. Нижняя часть – это уже достаточно продвинутый уровень для людей, которые готовы вкладывать деньги именно в развитие онлайн. Это контекстная реклама, это SEO-поддержка, это файты. Немного поговорим еще про рассылки. Но в большинстве своем это уже такие узкоспециализированные вещи. Поэтому мы начнем с ОЗОВ, мы начнем с СОСНОВ. Мы начнем с того, что реально сейчас работает. В соцсети мы можем работать с нашими друзьями, которые уже у нас есть. Мы можем работать в сообществах и там находить новых людей. Мы можем использовать эти сообщества в соцсетях для того, чтобы рекламировать себя, для того, чтобы рекламировать наш бизнес и через рекламу искать новых людей. Контакты в Skype. Можно работать со старыми контактами, те, которые у вас уже есть, те, которые ваши друзья, так сказать, теплые контакты. Можно искать новых пользователей. Это достаточно трудоемкий процесс, но не будет так называемой переписи населения. Это более такой точечный подход, более уникальный подход. И третий вариант – это объявления. Объявления на досках в поисках работы, на форумах, где ищут работу, на сайтах по поиску работы. Нас особенно интересует работа удаленно, работа для студентов, люди, которые ищут работу в сфере продаж, в сфере маркетинга, в сфере работы по персоналу. То есть это все наши потенциальные лидеры, это все наши потенциальные клиенты, это все люди, с которыми мы можем строить свой бизнес. Итак, целевая аудитория. Также, как в офлайн-работе, вам проще и приятнее общаться с определенной категорией людей, так и в онлайн вы можете найти своих людей, ведь вам с ними напрямую строить бизнес. Целевая аудитория. Вы можете выбирать себе людей в команду по возрасту, по полу, по доходу, по интересам. Но также вы всегда должны понимать, что вы конкретно можете дать своей команде. Возможно, вам нравится энергия молодых студентов, но вы должны понимать, будет ли им комфортно работать с вами, будут ли у вас общие интересы, будете ли вы общаться одним языком. Интернет приятен в работе с тем, что вы можете выбрать людей, с которыми вы хотите работать. Это могут быть люди, с которыми мы будем просто, легко и доступно общаться, потому что это все-таки будет общение онлайн в большинстве своем. Поэтому вы можете выбирать свою целевую аудиторию. К этому нужно подойти очень ответственно и продумать о том, какой вы найдете к ним подход. Потому что вам в любом случае придется, как и в работе оффлайн, раскрывать клиента. Итак, мы определились, с кем мы хотим строить бизнес. Теперь нам нужно подготовить инструменты для работы. Рабочие странички в соцсетях или в одной соцсети, в зависимости от того, как вы хотите работать. Это для новичка. Это краткая основная информация. Чтобы не перегрузить новичка информацией. Вы можете один раз, например, записать видео или сделать инструкцию и потом просто высылать ссылку на это видео или на эту инструкцию или выложить это на свои личные страницы и давать эту ссылку новичку. У вас должны быть шаблоны писем кандидатам, которых вы будете рекрутировать. У вас должны быть шаблоны ответов на возражения. К ним мы еще будем рассматривать их более подробно. Должны быть инструкции спонсору, те, кто хочет рекрутировать. То есть должно уже более четко расписано правило рекрутирования. Должно быть расписано обязательно этика. И инструкция менеджеру, как лучше строить структуру. То есть тут вы уже передаете свои знания, как увеличивается доход с его уровнем. И мотивация будет в том числе. И вам нужно все это подготовить и продумать заранее, чтобы у вас были эти шаблоны, были эти наработки. Это ваши напрямую рабочие инструменты. Итак, мы переходим к рекрутированию через соцсети. Рекрутирование соцсети происходит таким образом. Вы выбираете соцсеть, в которой вам будет удобнее работать. Наиболее удобные для рекрутирования – это одноклассники и контакты. Я расскажу чуть дальше, чем они удобны и в чем их преимущества. Мы создаем 10-20 страниц в каждой соцсети. Есть у каждой сети свои особенности. Мы их будем… Ну, вот, рекрутирование именно в соцсетях мы будем далее подробнее рассматривать. Инстаграм. Инстаграм – достаточно инструмент, интересный такой инструмент. Там можно продвигать продукт. Там можно продвигать не только продукт, а свой имидж. Можно продвигать себя, можно продвигать свой имидж, успех. Это соцсеть построена исключительно на фотографиях. Казалось бы, да? То есть, наверное, не совсем удобный инструмент. Но, тем не менее, выкладывая фотографии, показывая то, что дает компания, люди будут интересоваться, если вы будете выкладывать свой отличный внешний вид с нашей волны с продукцией. Фотографии с поездок, с конференции, какие-то дорогие покупки, которые вы себе можете позволить, развивая бизнес. Это привлечет людей. В вашем профиле обязательно нужно будет указать, что предлагают возможность дополнительного заработка, например. И это привлечет людей. И будет интересна ваша страничка, и вам будет достаточно многое писать в личку. Поэтому Инстаграм – это скорее имиджевый такой инструмент для продвигания себя и своего бизнеса. Рассмотрим особенности соцсетей. Одноклассники. Не более 20 добавлений друзей в сутки. В обычном пользовательском аккаунте может быть 5000 друзей максимум. В один день с аккаунта мы можем пригласить 15, а то и 25 предложений выслать в группу. И друзей мы можем добавить 5-15 человек в сутки. Эти правила меняются, поэтому есть определенные, ну, вот там, 5-15. Потому что правила меняются, особенности соцсетей меняются. Вот. Вконтакте – это не более 50 добавлений друзей в сутки. Максимальное количество друзей может быть у вас в профиле – 10 тысяч. И максимальное количество сообщений – 20. И добавление друзей не более 20 в сутки. Фейсбук, он ориентирован больше на знакомых, на знакомых-знакомых. И есть свои особенности. Вот использование. Фейсбук приветствует, скажем так, добавление только людей, которые знаете вы лично. Вот. Поэтому, исходя из всего того, что мы видим, наиболее лояльной и наиболее доступной является сеть ВКонтакте. Фейсбук, он больше ориентирован на теплые контакты, а также на имиджевое. Ну, на вот, на имиджевое продвижение. Можно, в Фейсбуке можно, допустим, создать страничку с акциями, страничку своей команды. Можно сделать какую-то там страничку, такой мини-блок о правильном питании. То есть это все идеи, как вы можете использовать. Но для рекрутирования действительно больше подходят одноклассники, больше подходят ВКонтакте. Одноклассники больше ориентированы на старшую возрастную аудиторию. Если в ВКонтакте мы видим детей от 11 лет, скажем так, и в среднем до 30-35, то одноклассники – это как раз вот возраст где-то от 30 и старше. То есть выбирая целевую аудиторию, с которой вам будет комфортно и приятно работать, вы выбираете, считайте, свой, свою соцсеть, с которой будет находиться именно ваша целевая аудитория. Итак, мы выбрали, с какой соцсетью мы хотим работать, и мы приступаем к созданию странички. Мы заходим на сайт. Вот мы видим три этих сайта на слайде. Выбираем сайт, с сетей, на которой мы хотим работать. Есть кнопочки создания странички. Мы нажимаем регистрацию. Зачастую требует указать свою почту и пароль. Иногда требуется верификация по СМС. Просто запрашивают телефон. Что нужно? Нужно всегда писать свое реальное имя. Фамилию можно, миннички, возможно, там ваша реальная фамилия, на другой страничке какая-то другая измененная. Должна быть обязательно ваша реальная фотография. Не стоит загружать на аватарку свои картинки какие-то из интернета, фотографии детей, друзей, собак. Все-таки мы собираемся работать. У нас должна быть фотография в купальнике тоже не лучший вариант. У нас должна быть хорошая фотография, хорошего качества, показывающая всю вашу красоту. Нужно обязательно, чтобы страничка была реальной. Это нужно как и для привлечения ваших потенциальных лидеров, ваших потенциальных партнеров, так это и нужно для того, чтобы система не заблокировала вашу страничку как дубль. Поэтому мы создаем альбомы, мы играем в игры, мы можем поручить детям пройти там игры какие-то. Мы активно ведем эти странички. Так, у нас готова наша страничка с интересными фотографиями, с интересными статьями, с мотивирующими статусами, с нашим предложением о бизнесе. Если у нас есть какой-то командный сайт, то с нашей ссылкой на этот командный сайт. И мы начинаем работу с нашей страницей. Мы начинаем, собственно, искать наших людей. В каждой соцсети есть кнопка «Найти новых друзей» либо просто «Друзья». И есть поиск. В поиске мы можем выбрать город. Мы можем выбрать для одноклассника какую-то определенную целевую аудиторию по увлечениям. Одежда, обувь, мода, красота, здоровье, здоровый образ жизни, правильное питание, в зависимости от того, какого мы хотим получить потребителя. Можно выбрать желаемый возраст, либо диапазон желаемого возраста. То есть, опять-таки, это целевая аудитория, с которой вам будет удобно, с которой вам будет комфортно работать. И нажимаем поиск, и мы видим, нам выдает перечень результатов. Из этого перечня результата важно выбрать живые страницы с реальными фотографиями, с реальными именами. То есть, там, Дуся Дусикова вряд ли вам ответит и вряд ли станет вашим партнером. В ВКонтакте можно выбрать также пол, то есть, с кем вам удобнее будет работать. С мужчиной, с женщиной. Когда вы будете добавлять друзей, друзья, вот важный такой момент, хотелось акцентировать, вам нужно обязательно предложить какое-то сообщение, вам нужно полайкать статусы, просмотреть, поставить какие-то отметки, может, покомментировать фотографии человека, написать ему сообщение, что там, простите, что потревожила, могу предоставить вам возможность дополнительного заработка, кратко описать свои бизнес-предложения. Для чего это нужно? На вас могут пожаловаться, как на спамки. Действительно, очень много всего сейчас происходит в интернете, в том числе и мошенничества. Поэтому люди, некоторые достаточно настороженно относятся. Если на вас будут поступать жалобы, то система вас заблокирует. Поэтому нужно обязательно, когда проявить интерес к человеку, нужно заинтересовать его своим предложением. Важные акценты. Опять-таки, страничка должна быть живая и ваша, и потенциального кандидата. Нужно обращать внимание на количество подписок, на количество друзей этого человека, потому что его друзья – это все тоже потенциально ваши клиенты. Нужно, чтобы страничка была рабочая, чтобы на нее активно заходили. И важный момент. Мы не ставим лайки, классы и так далее. О политиках, спорах, негативных всяких моментах мы работаем только с позитивом. Двигаемся дальше. Вы заинтересовали человека. Например, ему стала интересна ваша страничка, ему стали интересны ваши фотографии, ему стала интересна возможность дополнительного заработка. И вот он к вам как-то проявил интерес, и он поставил вам лайк, мне нравится, плюсик, все что угодно, прокомментировал. Это уже наш потенциальный человек. Наш потенциальный клиент. Что мы делаем? Первый этап. Мы его добавляем в друзья. Мы отправляем ему наше заранее заготовленное, помните про рабочие инструменты, письмо, знакомство с нашим предложением. Вот справа я указала шаблон. Этот шаблон достаточно примерный. Эти шаблоны нужно всегда менять. То есть это не должно быть одно сообщение, которое дублируется, 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 дублируется вами и все структуры. Нет. Это должно быть личное какое-то сообщение. Обязательно мы называем человека по имени. Представляемся сами, объясняем вкратце, чем мы занимаемся. Если человек не реагирует, можно ему послать сообщение с пожеланием хорошего дня, можно что-то прокомментировать. Нужно его как-то расположить к себе, чтобы он на вас хорошо реагировал, чтобы ему было интересно ваше предложение. Вот вы отправили ваше письмо знакомством. Люди начинают реагировать. Кто-то может реагировать очень негативно, кто-то может сомневаться, кто-то может вообще никак не среагировать. Это абсолютно нормально. Как показывает практика, из 50-100 отправленных контактов только один может сработать. Поэтому очень важно работать с теми, кто ответил. Может быть, у человека может быть какое-то возражение, негатив, тогда мы с ним не работаем. Но если ему интересно, но его что-то волнует, то мы всегда, это наш потенциальный клиент, мы всегда можем с ним поговорить, мы всегда ему можем все объяснить, и он станет нашим потенциальным партнером. И вот есть ответ и суть. Это непосредственно те, кто заинтересовался возможностью строить свою карьеру с Reflame, возможностью зарабатывать деньги, возможностью дополнительного заработка. Это наши потенциальные лидеры, это наши потенциальные клиенты, это те, кого нужно в первую очередь включать в работу. Справа вы также видите шаблон, который тоже необходимо постраивать под каждую конкретную ситуацию. Его можно использовать, но каждая ситуация уникальная. Каждому человеку нужен свой подход в зависимости от того, что конкретно его беспокоит. Далее вот будет слайд, я так понимаю, что действительно часть меня не слышит, увы и ах, но есть презентация, и тому, кто, к сожалению, не услышал, будет запись вебинара, будет презентация. Здесь я указала примеры шаблонов, которые можно использовать, но опять-таки обязательно меняйте. Обязательно обращайтесь к человеку по имени, старайтесь показать ему максимально индивидуальный подход к своей работе. Чтобы не было блокировок, то, что я уже говорила, хочу на этом сакцентировать еще раз. Ваша страница должна быть максимально похожа на реальную, на вашу единственную страницу неповторимую. Для этого нужно вести постоянный учет. То есть, если у вас там 10-20 страниц, то вы должны их минимум через день-два обязательно обновлять. Но помним про то, что обязательно указываем реальное имя, ставим реальную фотографию. Мы должны загружать новые фотографии, загружать новые статусы, видео, музыку, общаться с этих страниц, расслабить регулярно приглашения друзьям. Это мы тоже помним. И эти предложения должны быть разные, должны быть уникальные. Человек должен чувствовать, что вот он один такой прекрасный, которому пришло это замечательное предложение. Для того, чтобы не запутаться во всех своих страничках, нужно обязательно вести учет. Вот есть примерно такая вот таблица учета. Для наших новичков, для тех, кто переборол свое беспокойство, и для тех, кто ответил нам по сути, для тех, кто хочет зарабатывать, наша цель обязательно пригласить его на обучающий вебинар. Этих вебинаров должно быть 6-7 в неделе. То есть желательно, чтобы каждый день у вас был обучающий вебинар, где вы сможете подробно рассказать новичку и показать свои личные отношения к компании, показать свои личные отношения к новичкам, заинтересовать их предложением. То есть таких вебинаров должно быть 6-7 для того, чтобы успешно работало наше рекрутирование. Теперь приступаем. Мы вот набрали наше количество новичков, и теперь мы приступаем непосредственно к их обучению. Обучение достаточно важный этап. Мы должны говорить о том, как развивать свою команду. Мы должны научить новичков строить свою команду, научить их двигаться вперед. Есть вот такой вот хороший у меня пример, как школа новичка. Это серия вебинаров, либо серия презентаций. С тем, вот начиная от самого начала работы и заканчивая маркетинг-планом компании, расчетом выплат, тем, как заработать 200 бонус-баллов через интернет. То есть все-все-все, то, что может понадобиться человеку для работы. Все то, что ему будет интересно, нужно и важно. То есть это просто как проект. Мы сегодня вот будем, будет у меня в презентации несколько вот таких вот идей. Не стоит использовать абсолютно все сразу и распыляться на все по чуть-чуть. Лучше выбрать то, что вам действительно интересно, что вы хотите создать. Школу новичка, али в отель. Дальше будет пример школы менеджера. И запустить один проект и попробовать его. Потому что я думаю, что это даст очень хорошие результаты. Мы приглашаем новичков на наш вебинар и обучаем их. При работе онлайн очень важно иметь такой центр, который будет собирать вашу команду. Потому что работая с разными городами и странами, нет возможности встречаться лично. А в команде очень важен команда дух, выделение растущих лидеров, новые уровни. Поощрение новичков, соревновательный дух, мотивация. Все это есть и все это должно быть обязательно. Все это можно делать в онлайн, составляя рейтинги, проводя планерки, организовывая видеопоздравления, организовывая презентации. Если у вас еще нет командного сайта, то тогда можно создать похожую вещь в группе ВКонтакте, либо в страничках в Фейсбуке, как я говорила ранее. Там, где будет вся ваша команда, там, где команда будет общаться, там, где команда будет видеть продвижение других по лестнице, которые будут мотивировать и подстегивать всех. Потому что общение в команде должно происходить на всех уровнях, вне зависимости от того, работаете в онлайн, либо работаете в офлайн. Вебинары. Вебинары – это очень большая часть обучения. Вебинары должны быть для активных новичков. То, что я вот говорила, например, сделать как серию «Школа новичка». И задача каждого спонсора – привести новичка на этот вебинар. То есть помните ту табличку, которую мы показывали ранее. Мы заполняем вот ее. Мы каждый день смотрим, какое количество людей мы привели на этот вебинар. То есть это наша главная задача, потому что именно в личном общении можно все рассказать и ответить на все вопросы. Возвращаем спикера. Прием, прием. Видно, слышно? Я вот вижу первый плюсик, он меня радует. Ура! Мы снова с вами. Сегодня у нас проблемы действительно с подключениями. Вебинары для новичков и кандидатов. Это также должна быть какая-то серия ежедневных вебинаров, которые будут вовлекать вашу команду, которая будет развивать, которая будет показывать, что Reflame – это не просто работа. Reflame – это наш стиль жизни. Reflame – это то, что может изменить нашу жизнь. Это что-то должно быть вдохновляющее, что-то, что будет интересно всем, что-то, что покажет, что это не просто механическая работа, а что Reflame – это большая команда и большая семья. Я рада, что появился звук. Вот ориентировочные темы вебинаров, которые вы можете проводить. Но главное – это регулярность. Главное – проводить их на постоянной основе. Обязательно у нас должны быть скоммуницированы акции, обязательно должны быть скоммуницированы программы по каталогу. Все-таки много внимания нужно уделять продукту самому. То есть рекрутирование – это прекрасно, это хорошо, но объемы, бонус-баллы и наша скидочка напрямую зависят от наших продаж. Поэтому очень важно делать продуктовые вебинары, делать рассылки тоже, об этом еще поговорим. То есть вот примерные темы вебинаров, которые можно использовать в своей работе, которые вы, как лидеры, должны просмотреть, продумать, составить и активно приглашать новичков и расти в своих будущих потенциальных партнеров. Сопровождение. Сопровождение важно на всех уровнях. Сопровождение – это наша система. Это система, которая должна быть рабочей на всех уровнях. То есть из того потока кандидатов, которые мы создали, которые мы просто нашли в интернете, которые мы просто увидели, мы им написали, мы их зарекрутировали. Кто-то из них стал активным новичком, кто-то просто покупает продукцию, делает нам продажи, спасибо им тоже. Но те, которые активны, с ними обязательно нужно работать. Их нужно сопровождать на всех этапах, пока они сами не станут лидерами. Мы должны их обучить посредством вебинаров и мы должны их научить делать то, что делаем мы – дуплицировать нашу систему. О дуплицировании мы поговорим отдельно. У меня будет раздел по этому поводу, потому что это действительно очень важно создать свою такую систему. Для новичка сопровождения мы должны обязательно выслать инструкции. Помните, это было в наших рабочих инструментах. Мы должны с ним лично пообщаться, если есть возможность, например, чтобы он по вебинару пообщался с директором, дать ему информацию о нашем сайте, если он есть, о нашей группе, если она есть. Она должна быть, как минимум, группа. Сайт не все могут позволить, но группа должна быть. Предоставить ему информацию о вебинарах. Далее уже на менеджерских уровнях идет другое сопровождение, идет более глубокое. То есть мы должны помочь нашим новичкам стать активными лидерами, выйти на определенный процентный уровень и не показать им возможности. У вас должны быть проработаны инструкции, это мы тоже писали в рабочих инструментах. Для всех. Кандидаты и новички. Что должно быть обязательно? Должна быть обязательно email-рассылка, ссылки на наши ролики, на записи вебинаров, на преодоление возражений. То есть это та рассылка, которая должна быть у каждого новичка. Далее, когда у нас проходит работа, после активационного заказа, после того, как новичок сделал активационный заказ, мы можем включить его в командный чат, мы можем включить его в нашу группу, мы обучаем его основам рекрутирования, мы ему рассказываем, в чем состоит суть нашего бизнеса, и вовлекаем всячески его в нашу работу. Очень важны планерки. Планерки должны быть как минимум две в каталожный период. Первая неделя – это итоги предыдущего каталога, поздравления, истории, продуктовая часть. Это то, что мотивирует, то, что позволяет нам делать заказы, то, что позволяет двигаться дальше. То есть должна быть полноценная команда, которая движется командой духа. И третья неделя – это запуск нового каталога. Мы рассматриваем акции, программы, акценты каталога, новые продукты, делаем презентацию, даем настрой для нашей команды. Кайпчаты. Должно быть несколько у вас скайпчатов. Одна для вашей группы, а вторая – для менеджеров, то есть для тех, кто активно работает, отключается. Должно быть обязательно настроено оповещение, то есть та информация, которую вы получаете в почте, даже если идет рассылка на всех, обязательно стоит ее продублировать в скайпчате. Ну, кто-то не увидит почту, у кого-то там пошло нежелательно, а в спам. То есть обязательно должен быть чат вашей команды. Вы должны быть на связи 24 на 7. На самом деле кажется, что вот в интернете люди не общаются, они общаются там не так, они не команда. На самом деле за счет вот такого вот, например, скайп-общения 24 на 7 команды становятся очень сильными. То есть в оффлайне люди не всегда видятся, ну, в лучшем случае раз в неделю, в две, там, ну, у кого как выходит, то есть в зависимости от лидера, от спонсора. Здесь у тебя общение идет 24 на 7. И мы можем постоянно быть со своими, со своей группой, со своими лидерами на связи и также получить помощь свыше. Мы должны напоминать нашим менеджерам об их обязанностях, это тоже вот в менеджерском чате, поздравлять с новыми результатами, возможно, даже планировать какие-то там будущие результаты, именно как в команды ставить. То есть это важно. Скайп-чат – это важно. Обязательно он должен быть. Рассылки для поддержки активности. Здесь ничего не отличается от работы оффлайн и более того, это даже близко похоже на работу с АСМ. На первой неделе мы работаем со спящими. Те, кто более трех каталогов, ничего не наказывают, те, кто не активны. На второй неделе мы работаем с теми, у кого не было, кто скоро станет спящим, у кого не было заказов, два-три каталога. На третьей неделе мы работаем с теми, кто не сделал заказ в предыдущем каталоге. Контроль. Для того, чтобы система наладилась, должен присутствовать контроль. Это должны быть структурные отчеты, инфолисты по акциям. Все это вы должны рассказать вашим менеджерам, чтобы они могли рассказывать это далее своим новичкам. Должна быть рассылка с напоминанием о задачах. Если у вас уже такая большая активная структура, то среди дикторов можно устраивать какие-то конкурсы, добавлять такой мотивационный элемент, запрашивать у своего АСМа лидерский отчет, обязательно анализировать его, ну, по ролик вебинара, для того, чтобы директора могли вести непосредственно уже свои вебинары для своих групп. То, что я говорила, вот у нас была школа новичка, есть школа менеджера. Вот такая вот хорошая идея. Здесь уже можно рассматривать навыки коммуникации, рекрутирование, спонсирование, командообразование, делегирование. Это управленческий такой вот вебинар, который вы можете запустить. Тут можно рассматривать и личностное развитие, и планирование. То есть это должен быть, если это будет вебинар, это должно быть на какое-то небольшое количество ваших менеджеров, на ключевых, с которыми вы хотите работать и выводить их далее на директорские уровни и выше. То есть просто вот как идея, никто это использует все сразу, может, меня кто-то слышал, может, меня кто-то не слышал ранее. Никто это использует все сразу, запускать 10 школ, пытаться распыляться. Возьмите что-то одно, возьмите, что вам близко, к чем вы сильны, и внедрите это для начала для своей группы. Дуплицирование. Итак, мы подошли к основе всего MLM бизнеса, не только Арифлэйн, это дуплицирование. В чем заключается дуплицирование? Мы должны выступать в качестве положительного примера и вести свой бизнес так, чтобы люди могли нас копировать. Это наша система. Мы должны научить людей работать так, чтобы они стали самостоятельной единицей, чтобы они сами могли построить свою активную и работающую систему. Лидерская позиция дает нам тот результат, о котором мы хотим, которого мы хотим добиться. У меня есть мой спонсор, у меня есть мой лидер, он помогает мне, я помогаю своим новичкам. Новички помогают своим новичкам. И это должна быть обязательно отработанная система. Мы должны быть дружными, мы должны быть одной командой. Если вы достигли какого-то уровня, никогда не стоит забывать о тем, кто снизу, но и не стоит делать все за них. То есть у вас должна быть своя отработанная система, которая работает. Которая работает на всех уровнях. Вы обучаете людей, ваши люди обучают своих людей. То есть вы должны напрямую работать группой и вырастить лидеров под собой. Так это будет работать. То есть в этом состоит суть принципа дубликации. Принцип один. Нельзя научить, можно научиться. Почему я так много рассказывала про вебинары, почему я так много рассказывала про различные школы, про рассылки, про то, что важно общение. Потому что мы должны в первую очередь научить людей. Потому что если мы хотим построить большую структуру, а мы обязательно построим большую-большую структуру, то она должна сама себя обучать тоже. То есть вы должны занять лидерскую позицию. Но при этом никогда не стоит задирать нос. Вам должна иметь возможность обратиться любой человек с любой глубины вашей структуры. Вы должны быть всегда доступны, вы должны быть всегда открыты для обмена опытом, вы должны быть мотивированы и заряжать свою команду. Система дуплицирования на практике. То, что мы обсуждали. Мы подключаем активных партнеров выступлением на общих планерках. То есть они учатся сами уже выступать. Мы приглашаем их проводить созвоны. Мы приглашаем их проводить вебинары. Мы учим их самих создавать чаты для себя, проводить свои планерки. То есть когда у человека есть уже своя группа, с которой он может работать, это очень важно, чтобы вы не работали на свою группу, а еще на его группу, еще на какую-то группу. То есть очень важно обучить свое время, чтобы потом человек был самостоятельной единицей. Очень важно вовлекать его в процесс, приглашая вступать на вебинарах, проводить презентации и так далее. Акценты. Что бы я хотела сказать в акцентах? Все ждут от онлайн какого-то чего-то. Вот мы сейчас делаем странички, и мы будем расти. И это будет так классно. На самом деле сейчас будет такой слайд, который может для кого-то будет неприятным. Вот она, суть работы онлайн. Вот она, то, почему основная аудитория работы онлайн это мама в декрете, причем мама не с трудными младенчиками, а с детьми, которые уже плюс-минус самостоятельны. Можно начать с малого, можно начать просто с дополнительного заработка. Но если вы хотите, чтобы работа онлайн стала основным вашим заработком, если вы хотите, чтобы система работала, вы видите, сколько всего нужно сделать. Нужно проводить вебинары, нужно лично рекрутировать, нужно проводить обучение менеджеров, нужно проводить продуктовые вебинары, и вы понимаете, какая это загрузка. Так вот, главный секрет успеха – это в большом количестве работ. Для кого-то это подходит, для кого-то это не подходит, кому-то важно там личное общение при разноске заказов. Работа онлайн – это не ключ какому-то богатству, это такая же работа, которая есть у меня и которая есть у вас. Эта работа большая и объемная. Как я говорила в начале, на 100 ваших приглашений может быть только один человечек, который откликнется, и то не факт, что он станет вашим ключевым партнером, а вам все-таки нужно ставить свою команду шириной, глубиной. Поэтому, как бы ни печально звучало, секрета нет, секрет – вот он. На чем я еще хотела сделать акценты? На том, что это должна быть ежедневная работа. Даже если вы не можете выделить те заветные 10-12 часов, старайтесь посвящать работе онлайн хотя бы несколько часов в день. Это может быть, да и в принципе, я думаю, что есть, уже основа вашего бизнеса, будь онлайн или офлайн. Каждый день мы можем общаться со своей командой онлайн. Это очень удобно. У всех сейчас есть, практически у всех есть соцсети, и мы можем там создать свою команду. Это будет какой-то наш командообразующий центр. Можно не использовать все то, что я говорила, можно использовать элементы, но уже даже эти элементы, они будут действенны и они будут работать. Личное рекрутирование решает все проблемы. Да, один квалифицированный рекорд как минимум должен быть в каталог, потому что мы должны строить нашу структуру, под нами должны быть люди, которые потом станут будущими 23-процессными веточками. Мы работаем без оглядки на результат. На 100, на 200 отказов всегда найдется человек, который потом захочет с нами работать. Мы смотрим вниз всегда. Несмотря на то, что мы находимся на уровне бриллиантового президента, мы смотрим вниз. Мы смотрим на людей, мы развиваем их, и мы стараемся им передать тот опыт, который у нас есть, чтобы создать ту работающую систему, которая должна быть, которая будет здоровой и хорошей. Вот, наверное, и все, что я хотела сказать. Основное, по крайней мере, по работе онлайн. У нас сегодня было много заминок. Эта презентация будет доступна. Я ее разошлю на АСМ-ов. Запросите ее у вашего АСМ-ов. Я не знаю, насколько вам это было полезно. Мне очень хочется, чтобы это было полезно, чтобы хотя бы какие-то основы и какие-то элементы вы обязательно внедрили в свою работу. Это очень важно. Онлайн – это прекрасно. Интернет – это тысячи людей. И я буду очень рада, если вы сможете создать ту структуру, которая вам будет близка. Кто-то может уделять 3 часа в день рекрутирования, кто-то может сидеть по 12 часов в день. Главное, чтобы с этого был толк. А толк всегда будет, когда тебе это нравится. Чтобы эти все шаблоны, они были не скопированы с этой презентацией. У всех они потом станут одинаковые по всем соцсетям. Не надо так. Пожалуйста, вложите свою душу. И это даст определенный результат. Я очень надеюсь, что было всем полезно, что было всем приятно. Вот было какое-то количество вопросов, сложно уследить все в чате. Видела, что такое секретные окна. Сейчас попробую дать несколько каких-то комментариев, потому что достаточно сложно уложить все в час, при том, что мы еще и задержались немножко, к сожалению. Секретные окна. В любом браузере вы заходите в настройки браузера, и там есть окно инкогнито, либо секретное окно, либо открыть вкладку инкогнито. Эта вкладка позволяет, чтобы предупредить блокировку. То есть любой сервис, любая соцсеть, она считывает ваш IP-адрес, адрес вашего компьютера. И для того, чтобы это не происходило, для того, чтобы система вас не заблокировала, то желательно работать в окнах инкогнито, в секретных окнах. Это есть в настройках браузера. Буквально достаточно легко найти. По поводу создания страничек. Да, придется купить, так как есть верификация по номеру телефона, придется купить несколько пакетов. Сейчас они стоят дешево, и иногда даже раздаются бесплатно. Придется это сделать, и желательно эти карточки сохранить, потому что если будет блокировка, то потребуется подтверждение вашей странички. Поэтому работаем аккуратно. Начинаем, если мы начинаем, то мы начинаем с малого. Мы создаем одну страничку, две странички. Работаем с холодными, например, контактами, с теплыми контактами. Приватное окно, да, это оно. В зависимости от браузера по-разному называется. Ну, есть еще динамический IP-адрес, но пишут, что не спасет секретное окно, но действительно, начинаем с малого. Внедряем, двигаемся. Я надеюсь, что у вас все получится. Презентацию можно взять у ваших астмах. Через какое время можно посылать шаблоны писем? Через какое время можно посылать шаблоны писем? Смотрите, вы нашли страничку, вы там что-то, например, не прокомментировали, либо же вы видите, что человек вот такой вот, тот, который вам именно подходит. Вы можете сразу, в принципе, отсылать ему шаблон, там, здравствуйте, хочу вас пригласить. Все дальше по шаблону, по-вашему. Можете отсылать в тот же день, можете отсылать на следующий день. Как вам будет удобно, это ваш индивидуальный подход. Здесь нету каких-то четких, таких вот рамок. Единственное, что я очень прошу, чтобы были разные шаблоны, чтобы, ну, лучше всего работают шаблоны у тех, кто их создал. Вот так вот всегда. Поэтому шаблоны нужно менять, Наталья. Можно долго говорить. Была очень рада вас всех наблюдать. Это наш первый вебинар. Надеюсь, что все у нас получилось. Если будут вопросы, задавайте. Мою почту можно также взять у АСМО. Всем хорошего вечера. Всем успешных продаж, в том числе и онлайн. Субтитры создавал DimaTorzok